Всем здравствуйте! Это новости Турции. Что у нас здесь сейчас в стране происходит? Заранее скажу для тех, кто впервые открыл подобное видео на YouTube. Я не профессиональный журналист, это мой частный блог. Я делаю подборку новостей, исходя из того, чем здесь интересуются жители страны, какие у них есть реакции. Анализ этих новостей и подборку я делаю, исходя из того, что было бы интересно иностранцу или бы человеку, который сюда приезжает, планирует здесь пожить. В общем, людям из других стран перевожу новости на русский язык для того, чтобы вы знали внутреннюю кухню в стране. Во-первых, я хочу всех поблагодарить, огромное вам спасибо. Это так приятно видеть, что рядом с нами живут люди с такими же большими сердцами, такие же добрые. Спасибо всем, кто помогал, помогает и продолжает помогать Турции. В частности, тем, кто участвовал в нашем сборе, который мы с успехом закрыли фактически, наверное, за сутки или даже быстрее. На одежду для детей от 3 до 15 лет. Во время того, как проходил сбор к вечеру этого дня, когда мы его открыли, от государства, от АФАТ, это МЧС, Турция официальная, поступила информация о том, что они принимают одежду, но отгрузка вещей будет только через неделю или гораздо больше. Так мы поэтому переходим к новостям, которые у нас здесь актуальны. Скопилось огромное количество одежды, не справлялись сортировочные пункты, которые принимают в АФАТ одежду пожертвования от людей. И одежды оказалось очень много, достаточно. И на тот момент первое, что необходимо было, это вода, питание и обогреватели, электроприборы различные или электрогенераторы, которые производят электричество. Мы поменяли, с вашего, кстати, позволения, да, я сделала опрос в Телеграм, у нас есть Телеграм-канал, можете подписываться в инфобоксе под видео, я оставляю ссылку. 6-70% были не против поменять назначение сбора, потому что если бы мы сделали одежду, то ее отгрузка бы произошла, принятие только через неделю. А помогать нужно здесь и сейчас. Поэтому мы закрыли сбор и отправили деньги в АФАТ с пометкой, что это на электрогенераторы. А теперь смотрите к проблеме, которая... Спасибо всем, кто поучаствовал, огромные вы молодцы. И сейчас к проблеме, которая сформировалась, вот сейчас она самая большая и актуальная. Это проблема с логистикой. Очень много собралось отрядов различных, которые поехали помогать и спасать, не только МЧС, иностранные. Открыли, кстати, убрали пропускную систему, открыли для всех въезд в Хатай, во всю эту провинцию, во все города. Раньше это было сделать, может, только профессионалам с разрешением, сейчас можно всем. Люди оттуда выезжают, родственники туда едут помогать, спасать своих родных и так далее, так далее. Там есть огромные пробки, поэтому у государства просьба сейчас. Если вы просто так самовольно хотите ехать, помогать, спасателям, разгребать, регистрируйтесь в МЧС в АфАДе и едьте организованными группами. Потому что если вы едете на частной машине, вы создаете пробку. Пробок очень много. Дороги, не забываем, переломанные. К многим городам еще затруднен подъезд. И в этих же пробках стоят фуры с гуманитарной помощью. Люди, которые едут, они затрудняют проезд и доставку гуманитарной помощи сухопутным путем, если не самолетом. Проблемы какие здесь с логистикой? До маленьких деревень, до некоторых, а там снег лежит, если что. Там тоже есть разрушения. МЧС до сих пор не доехали. Этих деревень очень много. Там маленькие деревни, там по 10 домов, например, есть побольше. В общем, они разные, но факт в том, что люди остаются где-то без помощи. Помощь рассредоточилась в крупных городах. И для маленьких каких-то поселений она не всегда доезжает. Или доезжает не в той мере, какой нужно. Например, не доезжает вода, еда доехала, одежда не доехала. Или одежду привезли, а воду самое необходимое с питанием не привезли. Или нет там электрогенераторов этих и так далее, и так далее. То есть отсутствие некой логистики, логики в этих действиях. Но вот последние два дня это сейчас все налаживается. Все это изменилось, когда посыпались видео различные в Твиттере. Твиттер у нас остается самой ведущей социальной сетью для общения и новостей в Турции. Его обратно разблокировали на следующий день из последних новостей, что я вам рассказывала. Кстати, вроде бы из ЖГП, я не помню точно кто, но кто-то из оппозиции подали в суд иск о возбуждении дела против правительства, о том, что Твиттер, в принципе, блокировка Твиттера это незаконно, лишь нарушает права человека. А во-вторых, в тот момент, в чем вообще, в принципе, проблема была. В Твиттере был ресурс очень большой. Собирали информацию о признаке, скажем так, жизни по геолокациям. Люди отправляли свои геолокации, кто под завалами, видео постили, просили о помощи. И так их искали, их родственники и так далее. То есть в соцсетях все это происходило. В частности, в Твиттере. Когда его заблокировали, ну, мы не знаем, проценты это ничего не подсчитано еще в статистике. Никакой официальной нет, конечно. Но многие люди не могли найти своих родственников, дозвониться. То есть была прервана связь с людьми, которые под завалами были потеряны. Следующая проблема – это мародерство. Организм начала, первые дни – это были индивидуальные случаи. Люди, понимаете, если бы они шли, там, не знаю, за памперсами, водой, едой, которые грабили продуктовый магазин, это было бы понятно. Я честно скажу, у турок бы не было проблем в этом плане, претензии каких-то. Это бы все все поняли. Но есть и мародеры, которые грабят золото, ювелирные магазины, то есть которые не пострадали от землетрясения, они просто стоят закрытыми в городах. Телефоны мобильной связи, телефоны, где продают золото. Все возможно, в общем, что является ценностью. Выносят бытовую технику, стиральные машинки тяжеленные, плиты, например, и так далее. То есть то, что, в принципе, знаете, как муравьишки, в руки берут на спину и потащили. Сначала это были вот такие индивидуальные случаи. Хловили, я вам в прошлый раз рассказывала, разрешили стрелять на поражение даже при задержании. Потом они стали сбиваться в группировки. Это стало организованной преступностью и в банды. И буквально два дня назад уже у нас появились случаи, что на машине организовали, с оружием вооружились, переградили дорогу к комьону, огромному грузовику с гуманитарной помощью, отобрали весь грузовик, неважно, там, одежда, питание, вот все, что мы там собирали и так далее. То есть вот там еще вопрос логистики. И небезопасно, в общем, все это стало. Люди стали больше отправлять деньгами в АФАД или на электрогенератор, или на питание и так далее, чем собирать одежду. Но все равно одежду продолжают собирать и несут люди пункты сбора. Там все равно это все еще ассортируется. То есть приемка все равно идет. Так вот, стали воровать эти грузы. И затем велось правило, что если это идет гуманитарный груз официальный, да, от государства собранный, то он идет с конвоем военными или с полицейскими. Это все стало только под охранной историей. Появлялись видео перестрелки. Уже застрелили несколько людей. В этих перестрелках уже люди погибали. У людей в стране вопрос, почему нельзя направить достаточное количество военных, например, перебрать эти страны из других мест. Почему нельзя навести порядок? То есть вот это очень много вопросиков сейчас вообще возникает. Это один из них. Почему не могут навести порядок или не заинтересованы в этом? И так как это стало очень опасной историей, эти мародеры, они приходят на места, где разрушены дома, они мешают работе спасателей в том числе. Были видео стычек спасателей с мародерами. Спасатели не занимаются разбором завалов, спасением людей, а дерутся с этими мародерами, которые пришли тут же и в обломках ищут какое-то имущество, уцелевшее из домов, которые разрушились. Самое, что страшное, с трупов снимали и снимают, продолжают, находят украшения, какие-то золотые изделия и так далее. Скажем так, ампутируют конечности у погибших, разрывают, сдирают сережки из ушей, браслеты снимают женщин, что вы знаете, еще более Шухатай-регион такой специфический, что женщины в золоте входят. И, в общем, все свое, ношу с собой драгоценности и так далее. Есть чем поживиться. Это очень большая проблема. И на этом фоне, что есть нападение на эти развалы, где происходит спасение людей. Несколько групп МЧС отказались помогать. Они остановили свою работу. Не то, что они отказались помогать. Они ушли с места развала, потому что это приходят люди с организованной преступностью вооруженной, угрожают их жизнью. Им они приехали спасать, помогать, а им пистолет к виску. И говорят, ходи, мы тут сейчас грабить будем. И, в общем, группы МЧС из Германии, Австрии, Израиля вроде бы еще, они прекратили работы, ушли в свой лагерь, ждали, когда правительство им выдаст конвой или охрану полицейских или военных для того, чтобы они продолжили свои работы. Вот как на данный момент с ними сейчас ситуация обстоит, я не знаю, уехали или нет, выдали им охрану или нет. Пока что никакой суперинформации в новостях, в Твиттере или еще где-то этого не было сказано. Лично я, по крайней мере, не видела. Кто знает, напишите в комментариях, может быть, вы в курсе. Так что вот эта организованная преступность и мародерство, это огромная-огромная проблема. Люди, кто-то уезжает на данный момент с вот этих мест, вчера по статистике последней разрушения, напоминаю, что там 15 миллионов человек примерно жили, да, 10 миллионов людей остались без жилья, разрушились дома. Так вот оттуда сейчас официально переселились только 143 тысячи человек. Очень много погибших, 143 тысячи официально переехали по родственникам, в другие места, в отелях расселили. Вы представляете, какая масса людей остается на месте? И остаются они, потому что у них травма, травмированный шок, они «прирошли» называется так, к своему месту, они боятся все это оставить. Дело не в каком-то там материальном, а в психологическом их состоянии. Если вы скажете, ну почему же недостаточно психологов, никто с ними не работает и там не переубеждают, не едут их спасать. Очень большие массы катастрофы людей после катастрофы пострадавших. На всех специалистов не хватит. По выплатам вообще, по компенсациям, меня тоже спрашивали про экономику и финансы. Мы сами не представляем, экономисты еще не считали, какие потери будут, что в экономическом секторе у нас вообще произойдет. Не забываем о инфляции, которая происходила в стране последние полтора-два года. Первый подсчет, что ущерб материальный – это примерно 10% от ВВП вообще всей страны, всей Турции. Второе, по поводу компенсации каких-то. На данный момент за переселение… Вообще государство берется в течение года арендовать жилье для пострадавших, кто остался без жилья, расселение. То есть вы сняли, например, пострадавший человек, вы сняли квартиру в каком-то другой части страны, государство вам 100% должно перекрывать стоимость вашей аренды. Следующее, по поводу переселения на домохозяйство, то есть на семью, ни на одного человека, на переселение государство выделяет 15 тысяч турецких лир, простите. Это в районе 50 тысяч рублей. Не забываем, что просто люди, как в носках, в домашней одежде, там босиком голые остались, у них ничего нет, никакого имущества. В общем, эта сумма вообще несоразмерная, недостаточная. Но с другой стороны, пострадавших так много, что государство выплатить всеми, все тоже в полной мере что-то покрывать, тоже возможности такой нет, это будет просто панкротство. В общем, тут как повертишь ситуацию, с какой стороны посмотреть на это. Также еще 10 тысяч лир будет выплачено на пострадавших людей, то есть кто был ранен, погиб и так далее. Тоже пока непонятно, это будет на одного человека или на семью, на домохозяйство. Пока что конкретной информации об этом не было. Теперь немножко по образованию. Вот сегодня я снимаю сейчас в понедельник, 13 февраля. Стараюсь сегодня выпустить это видео, чтобы была свежая актуальная информация для вас. Вот на сегодня у нас разрешили открыть частные детские сады. Сегодня начинают работать школы, государственные частные и государственные детские сады до 20 февраля на каникулах. То есть еще неделю они будут отдыхать, потом должны все вернуться к учебе. И тоже вышло постановление, что все университеты, студенты, переводятся на удаленку на компьютерах заниматься из дома, не посещают, очень закрывается обучение до конца этого учебного года, то есть до летнего сезона, ну и там уже до сентября следующего. Потому что в университетах, в этих зданиях, во всей стране, во всех, планируется разместить пострадавших людей, оставшихся без жилья. Типа сделать с них, ну а-ля-таки общежитие и так далее, разместить там пострадавших. С одной стороны, логично, окей, правильно, но вчера уже были протесты, возмущения от самих студентов, которые с этим не согласны. Они не хотят, чтобы в ущерб их знаниям, их обучению, деньгам, которые они заплатили за очное обучение, государство компенсировало помощь пострадавшим в землетрясении. Вчера уже были возмущения, протесты, твитеры на эту тему в интернете. Где-то люди выходили, студенты, какие-то протесты организовали, но они не массовые, точечные, индивидуальные, но студентам самим эта история не очень понравилась. Они, ну в принципе, понять можно, да, это очень образование, высшее в университете, в Турции это дорогая история. И люди платили не за дистанционное обучение, а за очное, за качество образования. Немножко сейчас статистики вам скажу, да, о том, что вот у нас появилась статистика по переписи населения, последняя статистика государственная по тому региону. Вот в 22-м году в Тюрксат, это официальная госстатистика, 13,5 миллионов человек проживали в этих 10 провинциях населения численность. Это составляет практически 15,7% от всего населения в стране. Представляете, 15,7%, ну, округлим 16% населения в стране пострадавших. Представляете, сколько у них родственников по всей стране, мы счетесь прибавляем. Вы представляете, какие-то масштабы, это фактически 50% можно сказать в стране, это трагедия людей за дело. То есть у каждого второго, третьего человека кто-то из родственников либо погиб, либо пострадал, либо ранен, либо остался без жилья. И немножко к окончанию. Сейчас у нас выдано 150 ордеров на арест руководителей, инженеров, архитекторов, которые работали вот в всех этих частных всяких компаниях. Идет сейчас статистика, обсматривают, обследуют, собирают статистику дома, которые уцелели, которые развалились. Статистика, какие компании были застройщикам, статистику смотрят, в каких компаниях, от каких застройщиков больше домов пострадали, какие виды. То есть есть кто-то, дома уцелели, например, у них там трещины, это одна история. Полностью разрушены, под ноль дома, кто строил. То есть собирают вот эту статистику, смотрят под документы, поднимают, выдали 150 ордеров на арест начальников, вот я что и сказала. Кто занимался этой стройкой, в этом участвовал, кто позволял, будут смотреть схемы, уходить им от ответственности тогда, давать какие-то взятки, почему была коррупция, как обходили правила застройки и так далее, как экономили на материалах и всем прочем. В общем, все, сейчас идет расследование. У меня был такой комментарий о людях, явно живущих не в Турции, а в каких-то других странах, и сказали, ой, сфокусируйтесь сейчас на помощи людям, политикой будете заниматься, потом вообще туда не лезьте, когда-нибудь потом всех накажут. Сейчас вот главные люди, ребят, серьезно? Обратите внимание, если вы следите за новостями в Турцию, что всех этих людей задерживают в банке, когда они снимали деньги, обналичивали счета. Много задержаний в аэропортах, в аэропортах по всей стране. На северном Кипре кто-то пытался ехать, кто-то в Стамбуле, в Грузию пытался уехать. И они все с чемоданами денег, они все уезжают с концами, они все бегут из страны. Их сейчас отлавливают на всех вот этих людей, просто сразу выданы ордера, их задерживают. Задержания очень много, больше 50 человек уже задержали. Но все еще в процессе, кто-то здесь в стране там затаился и так далее. Кто-то вообще за границей был, на момент катастрофы они не возвращаются. Что надо сидеть ждать? Когда потом надо разбираться? Когда наказывать некого уже будет, да? Естественно, сейчас, если мы берем людей, волнений в стране, недовольных, больше половины, конечно, все те, кого затронула эта трагедия. Лагерь, как всегда, остро разделен. На данный момент, пока информации про выборы наши нет, сначала, когда только произошло землетрясение, все утверждали, и оппозиция, и ведущая партия о том, что выборы состоятся, ничего не меняется. Видя настроение людей, что сейчас происходит, как все недовольны, как падают политические рейтинги. Уже вчера вечером начали разговоры быть о том, что, ой, мы, может быть, перенесем выборы даже на целый год попозже. Сейчас не время. Может быть, эта история завершится без политики. Развязка будет однозначно, конечно же, политическая. И сейчас каждой стороне и оппозиции, и ведущей партии выгодно перенести выборы на данный момент, потому что у ведущей партии рушатся рейтинги, их никто сейчас не выберет в ближайшие три месяца, если пройдут выборы. А оппозиция выигрывает тем, что она может набрать себе тоже политических очков, всякие вот эти дела, зондировать почву, мнение людей и так далее, и так далее. Они могут лучше выстроить свою стратегию политическую к выборам и составить свою кампанию. Напомню, что на сегодня, не знаю, будет это к вечеру или нет, пока что вообще должны были объявить кандидаты от оппозиции, скорее всего, и моя личная оценка, как человека, живущего здесь, этого, скорее всего, не будет. Сейчас не до этого вообще. Я напомню, что вот до сегодня еще не объявлен кандидат оппозиционный. То есть это показывает, скажем так, их настрой к борьбе и выборы через три месяца кандидата еще нет. О чем мы говорим? В общем, вся история, эта трагедия, конечно же, сведется к политике. И без нее здесь никак не обойтись. Потому что политика — это наша с вами жизнь. Это наша социалка, это наша экономика, это наши взаимоотношения. И политика, она в жизни каждого из нас присутствует. Это то, чем мы живем в обществе, в государстве. Мы собраны этим. И ты ее, эту политику, никуда не денешь и не перестанешь в один момент на нее не обращать внимания. Это то, что держит социум общество. Потому что мы с вами существа социальные, живем в группе людей. У нас есть правила, законы и так далее. Но это уроку социологии, наверное, какому-нибудь, об этом, обществознанию в школе. 10-11 класс эта тема, насколько я помню. У меня, по крайней мере, было в школьной программе именно так. Вот такие новости Турции на данный момент. Я сниму в ближайшие дни. Наверное, может быть, за этим видео выйдет ролик. Я расскажу о том, как турки сами здесь все переживают, о настроениях, какая реакция, о сплочении людей. Поговорим об этом в отдельном видео. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Пожалуйста, у кого есть возможность. Спасибо, что вы продолжаете помогать стране. Мы все пройдем вместе. И все будет хорошо. Кому интересны новости из Турции, подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка останется здесь под видео. Спасибо за внимание всем.